Пока на федеральном уровне не определен механизм страхования детей, эту нагрузку взяли на себя здравницы. К примеру, из 30 тысяч детей, отдохнувших у нас с начала года, практически каждый был сострахован. Но парадокс в том, что частные и ведомственные лагеря и санатории понимают эту необходимость и страхуют. А федеральное учреждение нет. Славится на то, что отсутствие средств. Я хотел бы подробнее уточнить. У нас есть федеральное учреждение на территории... Ну, допустим, министерство, бедность. То есть они не страхуют детей. Не страхуют и говорят, что у нас нет страхи в бюджете, и мы не имеем права на это. Нам не разрешают или нет средств. Их немного, но тем не менее такая проблема существует. Может быть, пришла пора, давайте посоветуемся, подумать о том, чтобы вообще запретить отдых в случае, если отсутствует страхование. Это не такие большие деньги. В конце концов, это могут эти расходы нести и структуры сами организаторы детского отдыха, частично сами граждане, которые направляют детей на отдых. Но вообще-то это цивилизованный способ. Иначе, если что случилось, возникает вопрос об источнике ответственности. Мы привыкли все в таком абсолютно прорывном порядке делать. Если что-то случилось, собирается правительство, давайте выделять деньги. Чего бы это ни касалось, к сожалению, или каких-то печальных событий, или неурожая, или засухи. Все идет за счет государственного кармана. Это неправильно. Надо, чтобы страховые системы работали, иначе мы так и будем топтаться в советской системе координат. Когда мы входили в организацию летней оздоровительной кампании, начало ее координации некой с федеральным уровнем, у нас только в одном регионе вообще существовала тема страхования. Это была Тюменская область. Нигде больше вообще страхования не было. Поэтому за эти три года мы достигли показателей. Сейчас это 70 регионов. Это уже, как нам представляется, достаточно серьезная ситуация. Федералы, 45-47 федеральных лагерей, это в основном система Минобороны и так далее. Мы тогда просто разберемся с этой ситуацией, посмотрим, почему они не водят. Что касается вашего поручения по поводу обязательного страхования, тогда, если это будет записано в протоколе, мы посмотрим, насколько это возможно сделать через закон об основной гарантии прав ребенка. Потому что это субъектовая полномочия, или какую-то рамочную норму там предусмотрим. Но, в принципе, тогда в протоколе надо попросить оставшиеся субъекты, это обязательно ввести, и федералов. Возможность федерального регулирования мы проанализируем и доложим вам. В то же время, нужно действительно посмотреть на реальную практику заключения этих договоров. Вряд ли здесь возможно говорить об обязательном страховании в смысле законодательства о страховании. Это, конечно, не обязательное страхование. Это все равно будет добровольное страхование, но в наших силах сделать так, чтобы этот договор все-таки заключался. И де-юре это, конечно, будет договор страхования добровольный, но фактически он может стать частью пакета, необходимого для отправки ребенка на отдых.